Добрый вечер, это АКЭП. Начнем сегодня с главного, с футбола. Накануне Шериф провел первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Тираспольчане отправились в Армению, чтобы сыграть с местным чемпионом. Матч начался с задержкой в 10 минут. На стадионе погас свет. Что произошло, когда фонари включились, сейчас расскажем. 20.00. Официальное время начала матча Шерифа и Пюника. 20.10. Его фактическое начало. Перед стартовым свистком на республиканском стадионе в Ереване отключили свет. Тысячи фонариков фанатов создали атмосферу, но яркости не добавили. Прожекторы все же запустили, игра началась. У нас стартовый свисток прозвучал. Шериф Пюник. Раунд плей-офф. Это все еще квалификация, но победитель этого противостояния будет играть в группе Лиги Европы. Четыре раза Шериф выступал в групповой стадии Лиги Европы. В этом году можно попасть на грандов в режиме ожидания. МЮ, Арсенал, Монако, Рома – это только часть звездных имен. Но сначала нужно пройти Пюник. Начали хорошую игру и там были моменты, первый тайм. Если забивали, гол игра была совсем по-другому. Не забивали матч. Самое важное, что они пропустили гол. Степан Томас каждый матч удивляет составом. После поединка с Викторией пять изменений в старте. Самая заметная во вратарской линии. Абалора с командой не поехал. На последнем рубеже Челядник. Причина неизвестна. Зато понятно, почему не играли Пернамбука и Раделич. Главный тренер после матча объяснил. Еще одно новое имя в Еврокубковой заявке шерифа – голкипер Максим Коваль. Его представили за два дня до игры. В Лиге Европы он уже с командой. У Коваль хороший опыт важных матчей. Десять лет назад играл против ПСЖ и Ибрагимовича в группе Лиги чемпионов. Это вот как раз то исключение, когда приходит человек с большим именем, которого все знают. Который играл за сборную Украины в свое время. Который играл за Киевское Динамо. И который играл даже за Депортиво в Испании. Ноль ударов в створ в первом тайме. Навесы, борьба и редкие подходы к воротам. В одном из таких шериф должен был получить право на пенальти. Вар на матче не было, арбитр эпизод просмотрел. Да, ну да, да. 100% пенальти. Здесь видно даже как оттягивается футболка у нападающего. Ноль ударов во втором тайме превращаются в 11. Тотальное преимущество, но без 100% моментов. 16 лет назад терраспольчане уже играли с пюником в Лиге чемпионов. Тогда выездной матч закончился так же. Нулями на табло. Голы пошли дома. Шериф тогда прошел в следующий раунд. Второй тайм, когда увидели, что у нас физически есть команда сильная, начали играть с мячом. И там были тоже моменты. Использовали. Билеты на ответный матч еще доступны. Шериф снова организует автобус для фанатов. Ответная игра в Кишиневе решит, какая команда продолжит выступление в Лиге Европы, а какая достойна Лиге конференций. Любая победа выводит терраспольчан в более престижный турнир. Игра 25 августа в 20.00. Поддержим наш клуб на арене «Зимбру». Субтитры создавал DimaTorzok